Здравствуйте, зрители моего канала. У нас сегодня в видео обзоре вот такой вот бесщеточный генератор с трактора МТЗ. Особо по нему информации нету. Как бы на МТЗшные есть, но там в основном 700 на 700 ватт, на 1000 ватт. Такие имеются генераторы из схемы и образцы. Все, по ним информация есть. Этот же генератор, судя по остаткам крышки, 400 ватт. И вот такой модификации в интернете не густо про него. Я когда вскрыл, поначалу не мог понять, почему только три диода. Неужели всего три силовых? Потом после разборки оказалось, тут идут провода по наружу и передние крышки, остальные три диода, то есть их шесть, но они в разные крышки разнесены. Интересное, конечно, решение техническое. Теперь я вам расскажу, как проверить именно вот эти генераторы старого образца. Вот тут мы видим, три провода идут. Вот эти вот два на контакт D, на второй контакт, который уходит на шунт. По нему шунтируется, то есть регулировка осуществляется с реле-регулятора. Вот. Тут мы видим силовой. Значит, отсюда мы отключаем реле-регулятор. Вот он, провод уходящий. Прямо полностью откидываем. И этот провод замыкаем на массу. Генератор должен при вращении показывать от 15 до 23 вольт. В принципе, может быть и больше чуть-чуть. Ну, где-то в этом диапазоне, то есть без регулировки. Таким образом мы узнаем, виноват реле-регулятор или сам генератор неисправен. Сейчас я вам покажу. Я откручу, замкнул на массу, мы покрутим, посмотрим. Вот я подключил, как я вам показывал. Сейчас я крутую дрелью генератор, и вы увидите. Вот, вы увидели. Порядка 19 вольт, 18 копейками. Сейчас я подключу обратно регулятор. И мы еще разом. Подключил регулятор. Теперь пробуем с регулятором. Как видим, 14,2. Все в норме, все регулируется. Так как генератор бесщеточный, я уже говорил, ему не надо никакое возбуждение. То есть просто начинаешь вращать, он сразу начинает работать. Без всяких дополнительных причиндал. То есть только вращать его и снимать с него напряжение. Потому что там стоят постоянные магниты. Которые осуществляют вот этот вот начальный толчок, начальное возбуждение. И благодаря этому внешних никаких источников не требуется. Теперь вот смотрите, у нас тут регулятор напряжения Я-112. Он был нерабочий. Потом при прозвонке оказалось, вышел из строя транзистор КТ-815 и КТ-837. Они были заменены. После чего, так как тут наклепки стоят на массе, после чего я провел отдельно массу. Вот мы видим, вот так вот сделал перемычку. Начал запускать. Напряжение выросло порядка тоже 20 вольт. То есть регулировки не последовало. Транзистор нагрелся. При дальнейшем поиске оказалось, что вот резистор тут стоит. 1 кОм. Так вот по схемке. Он был в обрыве. Я его заменил и все. Сейчас у нас 14.2, 14.3 стабильно. Ничего не скачет. Также хочу сказать тем, кто проверит свой генератор, окажется, что он таким вот образом рабочий, но при подключении регулятора ничего не происходит, лучше меняйте сразу интегралку. Потому что здесь просто крышки не было, и я решил попробовать. Ну, интересно было с ним повозиться, и все получилось. В вашем случае лучше сразу интегралочку меняйте, и никаких проблем не будет. Также следует всегда обращать внимание, вот тут вот провода. Тут два провода были перебиты. На вид целые, они были перебиты. Видно, что-то в тракторе их прижало и перекусило прямо в изоляции. Вот эти вот провода идут в крышку. Там диоды. А фазы, они вон изнутри выходят. Три фазы. Так что не путайте, это не фазные провода. Вот здесь у нас идет ботка возбуждения. И все. В принципе, генератор простейший. В общем, вы поняли, каким образом проверяем. Откидываем провод от регулятора напряжения и замыкаем вот этот средний провод на массу. Все. Покрутили. Если возбуждение пошло, напряжение есть. Порядка 19-20 вольт. Все. Меняем регулятор. Проверяем целостность проводов, силовых диодов. И в путь. Вот таким вот образом. Если кому-то что-то будет непонятно, нужны будут подробности, пишите ВКонтакте. Или в комментариях. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте. У нас везде ссылочки в описании. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы смотрите мой канал. Не забывайте на него подписываться. Ставьте палец сверх. Ну и ждите новых встреч. Они скоро будут. Все.